Банковский депозит, да, здесь в какой-то степени можно применить историю, связанную с пассивным доходом. Ты просто можешь пропустить историю, когда компания перестала просто элементарно выплачивать дивиденды и перестала таковой являться. Менеджмент неправильно себя побил, в стратегии компания ошиблась. Лежать, сидеть на попе ровно, может быть, это немножко резко сказано, но не получится, потому что ты должен находиться в тренде. Итак, друзья, добрый день, на связи Максим Петров, проект MaxCapital. Мы продолжаем серию наших видео, ответов на ваши вопросы. Традиционно мне в этом помогает Николай. Итак, поехали. Максим, приветствую. Есть такое мнение, что невозможно выйти на достойный уровень пассивного дохода, например, в 50, в 100, в 200 тысяч рублей, не имея какого-то баснословных королевских денег. Так ли это? Это свойственно вообще всему, наверное, русскому народу, да не только русскому народу. Вот эта вот история про Емелю, который лежит на печке, ничего не делает. У него там есть то ли щука, то ли колечко какое-то волшебное, которое он перекидывает с одного на другое. То лягушка там, которая все выполняет желания. То есть стремление такое ничего не делать и получать за это очень много денег. И здесь я могу со своей стороны, наверное, сказать, что такого не бывает, потому что деньги в любом случае это мера стоимости. И когда мы получаем деньги, то мы их получаем взамен чего-то. То есть мы должны что-то отдавать непосредственно. Когда возникает речь про пассивный доход, лично мое убеждение и мое мнение, да, то есть я высказываю свое мнение, не факт, что это является истинной в последней инстанции. Я считаю, что пассивного дохода в понимании большинства людей его как такового нет. То есть вот чтобы что-то один раз сделал и все, и тебе там деньги капают, капают и капают. Причем затраты времени, которые ты сделал, то есть это недолго, очень быстро, да, то есть хопа, отдал деньги доверительному управляющему. Есть суперуправляющий, который там делает много миллионов процентов, да, то есть за комиссию в 50% от чистой прибыли. Вот он возьмет твои денежки и будет тебе непосредственно управлять. Причем управление, в данном случае доверительное управление, да, то есть назовем это неким таким элементом пассивного дохода, доверительное управление. То есть я найду кого-то, какого-то гуру, да, который вот возьмет мои деньги и на условиях, что это мои деньги, он будет там управлять и брать свою какую-то комиссию. Такие элементы есть на фондовом рынке, на рынке Форекс, на рынке недвижимости, да. Я куплю квартиру в Испании, Англии, Португалии, отдам управляющей компании, она будет сдавать ее в аренду и мне там чисто просто каждый месяц на карман будут приходить деньги. В конечном счете сталкиваться с тем, что ну не получается тогда, то есть рисуется одно, по факту получается совсем другое. То есть не контролировать не получится, то есть тем более, когда речь идет про какие-то сверхвысокие нормы прибыли. То есть здесь нужно понимать, что в этом случае с учетом рисков, которые возникают, это будет доходность на уровне банковских депозитов. Второй момент, вот банковский депозит, да, здесь в какой-то степени можно применить историю, связанную с пассивным доходом, потому что вам заранее сказали, что приходи через год, то есть вложив 1 миллион рублей, у тебя будет там депозит 5%, да, то есть возвращайся через год, вернем миллион, плюс 50 тысяч рублей сверху 5% дохода. Пассивный доход? В принципе пассивный, но каждый год ты должен смотреть, а что произошло с инфляцией, а какую доходность я получил, а эффективна ли эта доходность по сравнению с инфляцией, то есть я получил доходность 5%, а инфляция составила 8%, фактически деньги в банке полежали, и формально вопросов нет, доход есть 50 тысяч накормальный, с другой стороны инфляция съела за тот же промежуток времени 80 тысяч. И здесь получается, что ты все равно должен находиться в тренде, ты должен оценивать, по крайней мере, для тебя новость связана с тем, что Центральный банк России повысил процентную ставку до 5%, она должна настораживать, да, потому что ты мог 3 месяца назад в Сбербанке открыть банковский депозит с доходностью 3,5%, сейчас Центральный банк России повысил процентную ставку до 5%, соответственно, ставка по банковским депозитам будет находиться на уровне 5,5-6%. И просто элементарно, если даже ты не закроешь в убыток депозит, который был 2-3 месяца назад открыть по 3%, ты в этом случае в год в абсолютной доходности можешь потерять до 80-90% доходности, потому что у тебя деньги будут целый год лежать с доходом, то есть на депозите с доходом 3%, хотя ты через 2 месяца после повышения процентной ставки Центральный банк мог переложиться в более доходный банковский депозит. И поэтому здесь получается тоже, ну, лежать, опять-таки, лежать, сидеть на попе ровно, может быть, это немножко резко сказано, но не получится, потому что ты должен находиться в тренде, ты должен находиться, ну, то есть руку держать непосредственно на пульсе. Максим, тогда второй вопрос вытекает из первого. Ну, вот есть дивидендные короли, там, Coca-Cola, TNT и так далее, я могу просто покупать их и сидеть 7-8% доходности в долларах. Зачем мне тогда выбирать что-то? Ну, в одном из видео мы говорили историю по поводу дивидендных королей и дивидендной доходности в принципе. Опять же, на мой взгляд, наверное, самая адекватная история, которая может быть для выбора пассивного дохода, потому что кто такие дивидендные короли и аристократы? Это компании, которые стабильно выплачивают дивиденды, это компании, которые увеличивают размер дивидендных выплат, то есть происходит увеличение размера чистой прибыли, которая направляется на выплату дивидендов. Но еще раз здесь сложность возникает в связи с тем, что компании очень, с одной стороны, стремятся попасть, ну, то есть любая компания стремится попасть в дивидендные короли, дивидендные аристократы по одной простой причине, потому что тогда, опять-таки, возникает неэластичный спрос, то есть все хотят купить данные компании. С другой стороны, ты постоянно, когда, ну, это как удержание титула чемпиона мира по боксу, да, то есть ты занял пьедестал, да, тебя назвали чемпионом мира, но тебе будет там каждый раз полгода или каждый год, тебе будет приходить претендент, да, который будет претендовать на это. И в этом случае получается, что менеджмент неправильно себя побил, в стратегии компании ошиблась, не знаю, там, прогнозирование целевой аудитории, ну, то есть произойти может абсолютно все, что угодно. И в этом случае может возникнуть ситуация, связанная с тем, что компания просто перестанет быть дивидендным королем или дивидендным аристократом, и в этом случае получается, что, ну, то есть, что предполагает пассивный доход, да, что я купил и ничего не делаю. То есть мы вот это вот, для нас это является основным критерием. И это опять возвращаясь к вопросу, не делать ничего не получится, потому что ты должен за этим как минимум отслеживать, да, все ли удовлетворяют по-прежнему условиям дивидендных аристократов, дивидендных королей, потому что компания может быть исключена. Если ты купил дивиденд, то есть, опять-таки, минимизация риска по отдельно взятой компании происходит за счет покупки сразу портфеля этих компаний или фонда дивидендных аристократов, здесь может быть эта история связанная. Но, тем не менее, если ты не уделяешь этому внимания, то и сам формируешь инвестиционный портфель из таких дивидендных историй, ты просто можешь пропустить историю, когда компания перестала просто элементарно выплачивать дивиденды и перестала таковой являться. Ты не включил новую компанию, которая стала дивидендным аристократом, в этом случае, может быть, подойдет фонд, который придерживается данной стратегии, в этом случае, ну, то есть, это вот то, что можно привести к вопросу пассивного дохода, фонд, который использует данную стратегию с низкими транзакционными издержками, чтобы они не съедали значительную долю прибыли, и тогда, скорее всего, да, это удовлетворяет и попадает под критерии пассивного инвестирования, за исключением того, что размер, это фонд, который будет покупать во всех дивидендах аристократов, кто-то выплачивает хорошие дивиденды, кто-то выплачивает маленькие дивиденды, и здесь абсолютно, Николай, соглашусь с тем, что люди говорят, что в этом случае можно получать пассивный доход, но при этом целевая норма доходности будет находиться в районе 2,5-4%, и для того, чтобы получить значимый инвестиционный доход, да, то есть, 3, 5, 10 тысяч долларов, только дивидендов получать, то в этом случае, получается, размер портфеля должен быть достаточно большим для того, чтобы удовлетворить этим целям, и к этому, соответственно, непосредственно нужно прийти. И опять же, следующий вопрос вытекает из прошлого. Я когда лазил по пульсу, да, по социальной сети, которая в инвестиции, там у всех в аккаунтах доходность за год 20%, 40%, 60%, есть там аккаунты, у которых по 150% доходности. Получается, что такие проценты невозможно сделать вот именно на пассивном доходе? Моя точка зрения заключается в том, что такую норму прибыли сделать нереально. Ну, просто здесь немножко нужно вернуться на землю, да, что, ну, среднее значение доходности рынка для Америки, мы сейчас говорим, для Америки это значение в районе, там, от 8,5 до 11,5, опять-таки, среднегодовое значение, да, что это значит, это, вернее, среднее значение с учетом капитализации, да, капитализация полученных процентов. Для российского рынка этот показатель составляет, там, от 20 до 25%, опять-таки, на более или менее длительном промежутке времени, плюс здесь еще идет выплата дивидендов. Поэтому получается такую доходность, когда мы получаем или видим, что мы такую доходность заработали за месяц, там, за полгода, за год, или вы оказались в нужное время в нужном месте, очень хорошая есть такая поговорка, не путайте свою гениальность с растущим трендом на фондовом рынке. И сейчас вот в чем опасность заключается, очень многие люди начинают считать, что они такие гениальные, а на самом деле вы просто элементарно попали в беспрецедентные условия, беспрецедентные эмиссии долларов, эмиссии ликвидности мировой финансовой. И, естественно, в этих условиях цены на активы растут. Эмиссия в определенный момент все равно когда-то заканчивается, деревья не растут до небес. И в этом случае, во-первых, это разовая история. Второе, это для того, чтобы удерживаться на плаву, это все-таки трейдинг. То есть это спекуляция, как правило, это не инвестиции. Хотя действительно могут быть условные инвестиции, когда рынки скорректировались на 50-60%, отдельные акции упали на 70-80%. И если это действительно надежная, хорошая, качественная бумага, которая генерирует промежуточную прибыль акционерам, то в этом случае такая доходность может быть, но она просто будет в более длительном промежутке времени, но никак не за один или два месяца. То есть я вас уверяю, поверьте мне, это не речь про пассивный доход. То есть это постоянная борьба, это постоянная война, это, ну еще раз, вы приходите на рынок, где десятки тысяч игроков. Каждый сам за себя. Кто-то оперирует капиталом в 5 тысяч рублей, кто-то оперирует капиталом в 5 тысяч долларов, кто-то оперирует капиталом в миллион рублей. Но тут же присутствуют мастодонты, у которых не только финансовый капитал есть, это и инфраструктурный капитал, и административный ресурс, который они обладают, это владение информационными агентствами, создание новостей. И в этом случае большое заблуждение, которое сейчас становится все больше и больше, что человек придет с капиталом в 5, 10, 20 тысяч рублей или долларов и всех на рынке победит. Нет, это очень большая, долгая, упорная борьба, и, я не знаю, там, работать где-нибудь по найму одним глазом, посматривать в терминал, торговать и делать доходность в 30, 50, 100 процентов, этого точно не получится, это будет очень дорого стоить. А с какого тогда уровня дохода, с какого уровня капитала можно задумываться о пассивном доходе? Вообще о пассивном доходе нужно задумываться, как я считаю, нужно ответить себе на вопрос, когда вы хотите перестать, ну, условно, активно работать, да, активно работать в той сфере, в которой работать, если это у вас не отзывается. И у нас получается, ну, уникальная ситуация, то есть молодой человек в возрасте 18-20 лет может поставить себе срок 30 лет, и тогда ему, чтобы заработать этот капитал, нужно принять на себя значительные риски. И вообще мы видим специфику в российском секторе, ну, то есть тот же самый пульс, мы видим большое количество запросов, как удвоить капитал, как утроить капитал, какой альткоин очередной купить, чтобы сделать x2, x3, x4, x5. Люди теряют деньги, можно сделать значительный капитал, просто увеличив горизонт инвестирования и значительно снизив риски. И в этом случае, я думаю, что реальный срок это в 15-20 лет, ну, то, что делаю я для своих детей, да. В качестве примера здесь можно привести, это 2700 долларов в год, направляя на инвестиции с целью на горизонте в 20 лет каждому из детей сделать капитал в миллион долларов. Я более подробно об этом рассказываю на бесплатном мастер-классе, целых 2 часа видео, каким образом я это делаю, какие концепции использую, на чем строится система, промежуточные результаты данной системы. Сейчас эта система показывает доходность в районе 20-25% годовых. Не сказать, что это много, но опять-таки, если сравнивать с доходностью рынка, если сравнивать с доходностью банковских депозитов и инфляции, там, банковские депозиты и инфляции обыгрываются там в 5 раз. Доходность рынка обыгрывается в среднем в 2-2,5 раза. Поэтому здесь, если вам интересно узнать более подробно, на каких концепциях базируется эта система, чтобы вы сами могли применить это в жизнь, то я приглашаю вас пройти данный мастер-класс. Ссылочка будет внизу под данным видео. Вас, с одной стороны, это абсолютно ни к чему не обязывает, с другой стороны, вы проникнетесь, возможно, той концепцией, которую использую лично я, опять-таки, для своих детей. Думаю, что вам это будет полезно и ценно, и вы избежите, как минимум, 95% ошибок, которые совершают люди, начиная инвестировать. При том, что я это делаю, инвестируя всего лишь 8 долларов в день. Максим, прозвучала фраза о том, что российские компании дивидендные выплачивают свыше 20% дивидендов, а в Америке 10-11. То получается, что тогда надо вкладывать в российские компании, чтобы иметь крутой пассивный доход? Ну, не совсем, наверное, так. Здесь есть определенная специфика, во-первых, российских компаний, во-вторых, американских компаний. Американские компании выплачивают в валюте, да, то есть американские компании работают в конкурентной среде, с одной стороны. С другой стороны, они работают в другой правовой среде, в другой административной среде, нежели чем российские компании. Как говорят, в России можно хорошо заработать, хорошие деньги, вопросов нет. Просто в России более высокие риски. Риски могут быть абсолютно разные, начиная от санкционных вещей, политических вещей, налоговых вещей. То есть причин, которые могут повлиять на то, что в России могут быть проблемы с бизнесом, достаточно большое количество. Но с другой стороны, российский рынок, российские компании, они преимущественно сырьевые. В чем заключается преимущество? В том, что когда происходит падение экономики, и когда государству необходимо пополнять федеральный бюджет, мы всегда сталкиваемся с некой такой или плавной девальвацией рубля, или резкой девальвацией рубля. Все, в конечном счете, зависит от внешних факторов, насколько болезненно для российской экономики является падение цен на сырьевые товары. И в этом случае у нас одно есть лекарство, это девальвировать рубль. Одним инвесторам это не нравится. То есть они говорят, я не хочу инвестировать в российскую юрисдикцию, я не хочу инвестировать в российскую плоскость. Плоскости у нас там каждые 10 лет происходит в два раза увеличение стоимости доллара. При этом можно взять любую компанию в России, которая одновременно характеризуется двумя составляющими. Первая, эта компания является частная, то есть она не принадлежит государству. Вторая, эта компания экспортно-ориентированная. То есть это смотрим в область металлургов, смотрим в сферу нефтегазового сектора, смотрим в производителей удобрений, какие-то стивидерные компании или порты, которые занимаются экспортом российских товаров, и у них цены номинированы в долларах. То есть фактически стоимость их услуг, она номинирована в долларах. То есть в чем заключается смысл? Если вы не верите в российский рубль, если вы не хотите инвестировать в долларах, то в этом случае вы можете просто на любом двух-трехлетнем промежутке времени, когда происходила резкая девальвация рубля. Вот сейчас на экране вы видите реальный график, когда у нас получается происходит резкая девальвация доллара. И вот как ведут себя компании-экспортеры, которые опять-таки удовлетворяют критериям. Они являются частными компаниями. Второе, они, соответственно, являются компаниями-экспортерами. И мы видим, что чем больше происходит промежуток времени, тем больше разрыв доходности этих компаний по сравнению с доходностью элементарно того же самого доллара. Максим, финальный вопрос, даже, наверное, больше миф, опять же, то, что не надо, не стоит заходить вот в эти все инвестиционные истории, если ты не разбираешься в том, как работает фондовый рынок. Это миф или правда? Если мы говорим про инвестиции, скорее это миф. Я бы точно, чего бы я советовал мне делать, это начать заниматься трейдингом, в погоне за сверхвысокой прибылью, начать использовать заемный капитал, торговать, спекулировать. Здесь купил дешево, здесь продал дорого. Инвестициями можно заниматься. То есть, при этом, опять-таки, ответ, в принципе, дан. И дан тем же самым Баффетом, который говорит о том, что, ребят, то есть, когда ему задали вопрос, скажите, за счет чего вы такой вот успешный, как вы угадывали компании, которые нужно включить в инвестиционный портфель, над которыми нужно получить контроль. Он говорит, для меня никогда не было сюрпризом, секретом, что покупать. Покупайте те компании, бизнес которых вам понятен, услуги или товары, которых вам нравятся, которым вы пользуетесь, и вы от этого пищите. То есть, мне нравился бритвенный станок Gillette, я становился акционером Gillette. Мне нравилась платежная система American Express, я становился акционером American Express. Мне нравилось съесть гамбургеры и картошку, я становился акционером McDonald's. Мне нравилось пить Coca-Cola, я ее всегда пью, я становился акционером Coca-Cola. Вообще, уникальный пример из моей собственной истории. У меня есть помощник Наталья, соответственно, она самостоятельно тоже формировала себе инвестиционный портфель, и она просто звонит и говорит, Максим, слушай, я вот решил купить Starbucks. То есть, я говорю, а ничего, что Starbucks по капитализации столько же, сколько и Gazprom. То есть, Gazprom принадлежит 30% разведанных, доказанных запасов газа, которые может включить в инвестиционный портфель, и Starbucks стоит столько же, сколько Gazprom, который просто делает кофе. Она такая, ну, мне нравится, я вот прихожу, сажусь в эту кафешку, да, то есть, я там, мне нравится запах, мне нравится обслуживание, да, то есть, мне нравится вот это настроение, которое у меня создается, то есть, у меня очень высокая работоспособность. Я говорю, слушай, вопросов нет. И самое уникальное, у нас недавно был, соответственно, корпоратив, она это рассказала. Gazprom там вырос процентов на 30-40 после этого, Starbucks вырос там на 150-200%. И здесь получается, что вот, как оказалось бы, да, человек, который с 2005 года занимается инвестициями, смотрит на фундаментальный анализ, приводит примеры с Gazpromом, но вот очень понятная, простая история, связанная с тем, что мне вот это вот нравится. Тут же начали обсуждать, да, вопрос, связанный с тем, чтобы инвестировать в Dior, открыли финансовые показатели, посмотрели там, что у нас с Diorом происходит, какая, ну, то есть, нравится продукция, но, опять-таки, вроде бы пришли к выводу о том, что, ну, не надо ее покупать, да, потому что там 28 показателей PII сейчас составляет, 28 лет окупаемости инвестиций, нет маржин 9%. Есть другие альтернативные. Она говорит, ну, мне нравится Dior, да, и поэтому я все-таки куплю. Решили, на какой бирже это происходит, и непосредственно в рамках корпоратива купили. То есть, еще раз, может быть и такие истории, да, то есть, можно и так смотреть на этот вопрос. И здесь, в этом случае, задайтесь вопросом, как я говорю, первое, это действительно может быть история, если это долгосрочные инвестиции, продукты и услуги компаний, каких компаний вам понятны и они вам нравятся. Вам нравится летать аэрофлотом? Посмотрите на аэрофлот. Вам, не знаю, там, нравится, сколько, как изменился перекресток, да, то есть, насколько изменилась у него продуктовая линейка за последние три года, купить это для себя X5. И второй вариант, еще может быть ситуация, связанная с тем, что вы можете пользоваться услугами какой-то компании, которую вы ненавидите, ну, то есть, терпеть не можете. Вам не нравится сервис, вам не нравится подход, вам не, ну, вам вообще тут ничего не нравится, но вы, как это самое, как в том анекдоте, ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактусы, тоже так же, да, вы плачете, колетесь, но из-за того, что компания занимает какое-то доминирующее монопольное положение, вы ею пользуетесь, то есть, вы все равно пользуетесь услугами. Ну, опять-таки, наверное, не самый лучший пример с Яндексом, но Яндекс.Такси, да, полтора-два года назад прекрасные тарифы, да, быстрая доставка, ну, то есть, по сравнению с классическими таксопарками или бомбилами, то, что предлагал Яндекс на уровне потребительских качеств, потребительских свойств, было круто. Но сейчас ты понимаешь, что у тебя поездка по тому же самому маршруту в два раза выросла. Но при этом, когда ты начинаешь смотреть, а кто конкурент, то есть, у тебя фактически происходит ситимобил, а и там цены точно такие же, то есть, ты уже сэкономить не можешь. И получается, компания вытеснила конкурентов, у нее была определенная бизнес-модель, и она может занимать доминирующее положение, но вы все равно пользуетесь и платите каждый раз, и причем платите больше. И это тоже одна из историй через боль. Вы должны понимать, что это не только вы такие, да, но и все остальные потребители в этой сфере, они тоже самым занимаются, они тоже ей платят. Таким образом, инвестиции это несложно, но здесь есть большое количество подводных камней. Я предлагаю вам, как минимум, получить, как это называется, получить карту лоцмана, да, то есть, с какими подводными камнями можно столкнуться, какие концепции использовать при формировании собственного инвестиционного портфеля. Приглашаю на бесплатный мастер-класс, где я расскажу, то, что, какую карту лично у меня этих подводных камней, что мне позволяет эффективно управлять своими капиталами, достичь, на мой взгляд, достаточно амбициозной цели, всего лишь за 8 долларов в день каждому из моих детей сделать капитал в 1 миллион долларов. Ссылочка внизу под данным видео, проходите, регистрируйтесь, слушайте. Думаю, вам это будет полезно и нужно. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Обязательно поставьте лайк, то, что вам это было полезно, и чтобы данное видео увидело как можно больше количества людей. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что в одном из следующих видео я хочу поделиться моими самыми большими ошибками, которые были допущены на фондовом рынке. Ну, что называется, история падения, да, они вызывают обычно большой интерес, поэтому обязательно щелкните на колокольчик, чтобы не пропустить данное видео, я думаю, оно будет интересно. С вами, как всегда, был на связи Максим Петров и проект MaxCapital, а также Николай за кадром. Спасибо большое, удачи!